Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Заслуженные и награжденные лучшим новосибирцам вручили ордена и присвоили звание. Мусорный вопрос. Как после реформы региональный оператор решает проблему наплыва, обращений и жалоб? Лодки, пляжи и купальщики. Государственная инспекция по маломерным судам отмечает юбилей. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. В Новосибирской области вручили государственные и региональные награды. Среди них орден Александра Невского, орден почета, грамота и благодарности президента России, а также различные звания. На церемонии вручения присутствовала наша съемочная группа. Началась церемония награждения в Большом зале правительства Новосибирской области с вручения орденов Александра Невского. За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Александра Невского Никитин Юрий Петрович. Руководитель сектора научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, филиала федерального исследовательского центра институт цитологии генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Таких наград было две. Еще один орден вручили Юрию Шокину, научному руководителю Института вычислительных технологий Саран. Орденом почета за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу наградили научного руководителя Института ядерной физики имени Буткера Александра Скринского. А вот за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации присвоили Владимиру Барсуку, нынешнему директору Сибня. Как летчик, в общем-то, я, наверное, достиг максимально чего хотел и реализовал достаточно много планов. Но, тем не менее, надеюсь, что в дальнейшем мне еще удастся продолжить свою работу и сделать много чего не окончено. Большие планы на будущее и у директора Маслянинской первой школы Ирины Деревниной, которой за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявил президент России. Я сама закончила Маслянинскую первую школу, ее закончили мои дети, поэтому это, наверное, часть жизни. Первая школа Маслянина всегда славилась своими кадрами, качеством образования, всегда славилась своими традициями. Ну и, наверное, целью просто моей работы и моей жизни становится все это сохранить, приумножить и развивать. Когда работа не в тягость, а просто в удовольствие, наверное, в радость, то это не ноша, это просто жизнь. А еще в Новосибирской области появились новые заслуженные работники здравоохранения, транспорта, физической культуры и пилоты Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ 14 июня в Москве в канун Дня медицинского работника были подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший врач России». Ассоциация врачей Новосибирской области выдвинула своих кандидатов. Двое из них стали призерами в своих номинациях. Второе место и премия в размере 300 тысяч рублей достались врачу-онкологу Первой городской клинической больницы Новосибирска Александру Тархову. В другой номинации третье место с премией в 200 тысяч рублей занял врач-анестезиолог-реаниматолог Центральной подстанции скорой медицинской помощи Михаил Бурдасов. Мы поздравляем новосибирских медиков с этим достижением и с Днем медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня. Новосибирск Уже полгода в Новосибирске, как и по всей стране, действует новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. До сих пор к региональному оператору у жителей и юридических лиц много вопросов и претензий. При этом возникают регулярные проблемы с обратной связью. Чтобы их решить, компания открыла новый фронт-офис. С его работой ознакомился наш корреспондент Александр Могилин. Новосибирцы с начала года регулярно жаловались на большие очереди в офис регионального оператора в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Новый порядок вывоза мусора до сих пор вызывает множество вопросов населения и различных организаций. Однако попасть на прием или даже позвонить в компанию порой было довольно сложно. Как решает данную проблему региональный оператор? Мы две недели назад открыли офис для юридических лиц. Отдельно выделили поток. И сегодня мы анонсировали и представим нашу электронную очередь для физических лиц. Для того, чтобы человек не стоял в очереди, имел возможность спокойно присесть. Действительно, во время визита журналистов больших очередей в офисах экологии Новосибирск не наблюдалось. Тем не менее, людей ежедневно приходит довольно много, говорят в компании. Одним выставляют двойную оплату, другие не знают, кому платить за услугу, третьих почему-то заставляют платить за тех жильцов, которые уже не проживают в квартире. Старые собственники выписались. Ну, то есть, три человека было прописано. Сейчас приходят, что оплата на пятерых. Ну, вот, собственно, вот этот вопрос решить. По-прежнему остается актуальной проблема телефонной линии, признают представители регионального оператора. Номер единого телефона почти всегда занят. Мы увеличили количество специалистов, которые отвечают только на входящие звонки. Сегодня среднее время ожидания в утренние часы у нас там до двух минут. Ну, в пиковое время с 11 до 2, чуть больше. Мы убедились, что в колл-центре единовременно работают четыре оператора. Что, наверное, маловато для приема звонков от населения со всей области. Впрочем, в компании обещают расширить штат специалистов. Но это не все острые вопросы, с которыми экологии Новосибирск не удалось справиться за полгода. Среди них – оплата работы мусоровозов. Да, такая проблема в настоящее время есть. Проблема связана с задержками оплаты. Тем не менее, хочу сказать, что при проведении конкурсных процедур региональный оператор предполагал такую задержку. Потому что понятно, что невозможно единомоментно начать оказывать услугу и единомоментно получать всю сумму полностью за ее оказание. Словом, проблем в данной сфере еще хватает. И региональный оператор старается их решить. Правда, не так быстро, как этого хочется нам. Тем, кто платит деньги за услугу по вывозу мусора. К родительской субботе 15 июня и празднованию Святой Троицы 16 июня пустят дополнительные автобусы до Новосибирских кладбищ. Автобусы и маршрутки будут ходить до Зальцовского и Гусинобродского кладбищ. Пять автобусов будут курсировать по маршруту площадь Калинина, Зальцовское кладбище, а пять маршрутных такси от станции метро «Октябрьская» до Гусинобродского кладбища, сообщает пресс-центр мэрии. Государственная инспекция по маломерным судам исполнилась 35 лет. Специалисты этой службы обеспечивают безопасность людей на водной глади озер и рек, контролируют эксплуатацию катеров и лодок, а также пляжей и других мест отдыха на воде. Об этом далее. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Новосибирской области лучшая во всей стране. Такое звание ГИМС заслужило за работу в прошлом году. Впрочем, и в другие периоды наша инспекция всегда входила в тройку лидеров. Но, отметил генерал Орлов, добиться отличных результатов, стать первым, бывает проще, нежели удержаться на этом уровне. Тем более, что зимний сезон закончился и наступает самое непростое лето. Это жаркая пора для инспекторского состава. Это период практически без выпусков, без болезней, без выходных. Поэтому я вас настраиваю здесь на хороший лад, на хорошую работу, что, в принципе, в вашем коллективе, на мой взгляд, достаточно несложно сделать и организовать. Коллектив сбитый, слаженный. А коллектив ГИМС – это всего 84 человека в 14 подразделениях по всей Новосибирской области. Если учесть колоссальной площади наших озер и рек, то задачи, которые ставятся перед инспекторами ГИМС, на первый взгляд, кажутся, мягко сказать, непростыми. Но, как известно, кадры решают все. Это обычные люди, такие же, как и все окружающие. Они выбрали свой путь, связались с маломерными судами. Очень много у нас выходцев с флота, именно флотских людей. Много выходцев с университета водного транспорта. У всех категорий у нас высшее образование требуется, высшее водное образование, высшее военно-морское, либо высшее юридическое образование. В свете постоянно меняющегося российского законодательства, в сфере судовождения, такие требования к образованию инспектора вполне оправданы. Кстати, Государственная инспекция по маломерным судам выполняет одну из задач, стоящих перед МЧС. Всего их четыре. Гражданская оборона, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность и безопасность на водных объектах. Евгению Покушалову продлили арест на два месяца. Бывший топ-менеджер клиники Мишалкина останется под домашним арестом до 19 августа, сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска. Такая же мера пресечения оставлена другому фигуранту дела Андрею Третьякову. Напомним, экс-заместителя директора Новосибирской клиники Мишалкина задержали в феврале. Его обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на сумму более 1 миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Мошенничество в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, приобретенных преступным путем. Почти два месяца известный врач провел в СИЗО, однако 15 апреля его перевели под домашний арест. 14 июня Центральный район из Суд Новосибирска продлил известному врачу срок домашнего ареста, как минимум до 19 августа. В июне задержали и бывшего директора клиники Мишалкина, Академии Коран Александра Кораськова, а также его жену Ирину Бойцову, работавшую в клинике. До августа супруги будут находиться в СИЗО. Уголовные дела в отношении Бойцова и Кораськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мишалкина Покушаловым. В Ленинском районе Новосибирска в частном секторе на улице Пушкарева случился пожар, загорелся большой деревянный дом. И можно было бы сказать, что это происшествие мало отличается от ему подобных, если бы не претензий погорельцев к пожарной охране. Александр Булдаков попытался разобраться в ситуации. Оперативный дежурный о крупном пожаре в частном секторе Ленинского района узнал в 22 часа 41 минуту. Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через 7 минут, сообщают в МЧС. Горели мансардный этаж и кровли деревянного жилого дома, обшитого металлическим сайдингом. Через 7 минут после прибытия произошло обрушение кровли. На место пожара было дополнительно привлечено пожарное автоцистерно для подвоза воды. Данный район является безводным. Впоследствии пожарно-спасательное подразделение проложили магистральную линию на протяжении 600 метров для осуществления подачи огнетущего вещества на пожар. Пожар был ликвидирован полностью только в 3 часа ночи. Пролили хорошо, поэтому повторных возгораний не было. Тушение данного пожара осложнялось прежде всего это поздним сообщением о данном факте пожара, а также граждане, которые проживали рядом на улице, мешали пожарно-спасательным подразделениям выполнять свои функции. Здесь необходимо понимать, что тушение пожара, каждого пожара, оно индивидуальное, имеет свою определенную специфику. И ведром воды, горящий дом потушить невозможно. Здесь необходимо было разбирать конструкции и их проливать. Как тушили ведрами, есть видеозапись очевидцев. Похоже, что из-за действий этих добровольных помощников и произошел конфликт между пожарными и жителями. Искали человека, который у них ответственный. Они просто говорили, отстаньте, пошли нафиг. То есть просто отношение было ужасное. Мы сейчас записались в нашу МЧС в Новосибирской области, записались на прием. Потому что, ну это вообще, где такая халатность? Будем надеяться, что в региональном главном управлении МЧС разберутся, где факты, а где эмоции. Приехали без воды. Одна сразу тут начала шланги раскидывать, вторая уехала искать воду. Гендранов у нас здесь нету, где заправляться им. Он минут 20, наверное, ездил, только искал, где ему заправляться. И все. Последующие машины приезжали, они также приезжали без воды. Пока нашли этот гендрант, и понятно, что уже полкрыши горело полностью. А вот в этих словах слышится уже реальная проблема жителей этих улиц частного сектора в Ленинском районе Новосибирска. Местные жители рассказывают, что только по улице Пушкарева есть порядка пяти колодцев с доступом к магистральному водопроводу. Почему бы в них не оборудовать пожарные гендранты, сдаются теперь вопросом жители. Ведь пожар может случиться вновь, и тушить опять будет нечем. Но об этой проблеме, скорее всего, должны услышать районные и городские власти. У новосибирских школьников начались длительные летние каникулы. Однако далеко не все ребята имеют возможность отдохнуть за городом в оздоровительных лагерях. Для таких детей, находящихся в школьных лагерях дневного пребывания Центрального района, 14 июня педагоги и депутаты организовали творческую площадку «Аллея мастеров». Подробнее об этом в нашем сюжете. Обычный двор и детская площадка жилых домов на улице Ипподромской в пятницу превратились в настоящий праздничный городок различных ремесел, поделок и увлечений. Для ребятишек из местных школ Дом творчества Центральный организовал множество площадок по интересам. Им предложили, например, создать игрушки из ткани, обережные куклы, бумажные цветы, выполнить декор тарелки, раскрасить себя и друзей аквагримом, поиграть в шахматы и многое другое. Данное мероприятие уже не первый год проходит при поддержке депутата горсовета Сергея Бондаренко. Вот и на этот раз он поприветствовал собравшихся, подчеркнув, насколько важно занять в период летних каникул школьников, которые по разным причинам не смогли попасть в загородные оздоровительные лагеря. Возможность в этот период открыть какие-то таланты, о которых не подозревают даже их родители. Приходят, а они научились в шахматы играть. Приходят, а они, оказывается, научились, так сказать, акварели рисовать. Поэтому именно это время самое... Ведь невозможно не перетренировать ребенка в этом возрасте, не как бы перенапречь, потому что он впитывает как губка. Поэтому давайте предоставим такую замечательную возможность, так сказать, открыть эти таланты. Творческая часть мероприятия легла на плечи педагогов в Дома творчества Центральной и Школы искусств «Весна». А с материальным наполнением помог депутат. Мы обязательно оказываем помощь в приобретении каких-то материальных составляющих. Ну и приходим на такие мероприятия, дарим им шарики, водичку попоили, покормили. Каждому из школьников удалось посетить сразу несколько мастер-классов и интерактивных площадок. И все, без исключения ребята, в итоге нашли себе занятие по душе. И кто знает, может в этот день кто-то из них определился со своим будущим хобби или даже профессией. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.